На 777 пригодим всем! В результате этих расистских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, а также повреждения получил как жилой фонд, так и гражданская инфраструктура. Основные авиационные удары наносились в Харьковской, Луганской, Донецкой областях. А вот под артиллерийский огонь вражеской артиллерии попало более 100 населенных пунктов, и это Черниговская, Сумская, Харьковская, Луганская, Донецкая, Запорожская, Днепропетровская, Херсонская и Николаевская области. Пройдемся по зонам ответственности. Сегодня, кстати, уже есть, вы там задаете вопрос в комментариях о Лукашенко, куда же он пропал и куда он делся. Так вот, есть новости в зоне ответственности оперативно-стратегической группы войск Север, в Одноволынском и Полесском направлении. Общая ситуация остается стабильной и контролируемой, а новости там такие. Я думаю, особенно для населения Беларуси это будет интересно. Дело в том, что мы помним с вами, что в августе месяце было заявлено об официальном перемещении тактических ядерных зарядов на специальное охранилище в Белоруссию. Так вот, сейчас совместно российские войска и белорусские войска провели тренировку по подготовке ядерных боеприпасов, ядерных головных частей для ракетного комплекса «Точка-У». Вот это очень важно. Они провели тренировку по снаряжению, по стыковке, расстыковке головной части с ракетой и получении и сдаче на хранение этих ядерных боезарядов. И что выяснилось? Выяснилось то, что ядерные боезаряды «Точка-У» это старый советский комплекс. К концу этого, в этом году, в 2023 году, эти ядерные заряды полностью вышел регламент их эксплуатации. Что сделало Рашидское командование? Ну, по принципу понятно. Натуби Божи, Шуманины Гожи. Они взяли и с помощью акта комиссии продлили на три года эксплуатацию этих боезарядов и перевезли их в Беларусь. Так что состояние этих боезарядов довольно вызывает много вопросов в плане их технического состояния. Это просто для информации, чтобы вы понимали, какие ядерные боезаряды находятся сегодня на территории Беларуси. И вот такая же тренировка была проведена. Одна из них проходила на полигоне в районе Осиповичей. А вторая на полигоне, не помню белорусское название, непосредственно в непосредственной близости от места хранения. Я думаю, вы там лучше знаете, где находится эта база хранения ядерных боеприпасов на территории Беларуси. Далее у нас идет здесь же в этой зоне ответственности группы войск Север идет Северское и Слобожанское направления. Тут у нас ситуация тоже стабильная и контролируемая. Да, она тяжелая, потому что противник продолжает наносить огневые удары. Причем не только Харьковской области в эти прошедшие сутки досталось и авиационные, и артиллерийские удары. Ну а Сумская и Черниговская области попали только под артиллерийский огонь, вражеской артиллерии. Наша артиллерия пытается давить эти огневые точки. И мы проводим контрдиверсионную деятельность по ликвидации и отбитию попыток диверсионно-разведственных групп противника пересечь государственную границу Украины. Кстати, я так понимаю, что горький опыт пошел нам на пользу. Это когда в Сумской области была попытка прорыва вражеской ДРГ, которая нанесла потери нашим пограничникам и, я так понимаю, секрету вооруженных сил. Бдительность, урок тяжелый, но он выучен, бдительность повышена и антидиверсионная деятельность теперь ведется более тщательно. Далее у нас идет зона ответственности группы войск Хортица. Это Купинское направление открывает тут Синьковка и северо-восток Павловки и населенного пункта Ивановки остаются самыми горячими точками. Враг пытается подтягивать, перегруппировать войска. Там уже перегруппировка идет примерно слиянием роты батальонов для дальнейшего участия в штурмах. Но не оставляет попытки найти слабое место, не то чтобы прорвать нашу оборону, просто найти слабое место в нашей обороне для того, чтобы попытаться ее прорвать. 11 атак было отбито на Купинском направлении силами обороны Украины. Враг успеха не имел, понеся потери, откатился на исходные рубежи. На Лиманском направлении тут в районе Спорного фиксировалась одна попытка атаковать наши позиции, которая не увенчалась успехом. И линия фронта осталась без изменений. А вот на Бахмутском направлении было, наверное, наигаричише в зоне ответственности группы войск Хортица. Здесь боевые столкновения происходили в районе Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки. И за прошедшие сутки наши силы обороны зафиксировали 13 попыток вражеских войск атаковать наши позиции. Ни одна из атак не увенчалась успехом. Линия фронта осталась без изменений. Самые такие, ну, будем говорить, наверное, самые мощные атаки происходят в основном на рубеже Клещеевка и Андреевка. Там, где расисты пытаются вытеснить наши войска за железную дорогу. В принципе, железная дорога стала там Рубиконом, как линией разграничения. И фактически на сегодняшний день, вот на этой линии железной дороги, на рубеже Клещеевка-Андреевка-Курдюмовка, вот происходят основные боестолкновения. Даже больше Клещеевка-Андреевка. И в линии фронта без изменений противник успеха не имел. Далее у нас с вами идет зона ответственности группы войск Таврия. Авдеевское направление. И здесь не оставляет попыток окружить Авдеевку. Бои идут очень ожесточенные. Атаки практически и продолжаются круглосуточно. И вот по всему периметру Авдеевского оперативного направления, потому что там у нас такое полукольцо образовалось. А это восточные окраины Новобахмутовки. Это населенный пункт Степное. Это Авдеевка, это Тоненькая, это Первомайская. За прошедшие сутки было зафиксировано 35 атак противника. К сожалению, институт изучения войны американский отмечает, они геоцировали кадры, фото, видеоматериалы, которые выкладываются нашими военнослужащими. И констатируют, что в районе очистных сооружений враг имел незначительный успех и продвинулся на несколько сотен метров вперед. В остальном Авдеевка держится, продолжает сражаться, несмотря на то, что 35 атак. То есть, если брать так сутки, то получается меньше часа перерывы между атаками. Но это не в одном месте. Это надо понимать, что это полностью вся вот это полукольцо окружения по всему периметру Авдеевского оперативного направления. Также на Маринское, далее у нас идет Маринское направление. Тут силы обороны продолжают сдерживать попытки врага атаковать. Они, кстати, я так понимаю, основной упор теперь опять вернулся на Авдеевское и Маринское направления. Бахмутское немножко притихло. Там они активизировались неделю назад. И сейчас оно немножко пошло на спад. А вот Маринское и Авдеевское, они опять возобновились. Ну, в Авдеевском мы с вами говорили, что там, скорее всего, это третья волна. Опять они начинают, кстати, пытаться применять бронетехнику. Но, в общем, бронетехника в большинстве случаев не успевает доехать до рубежа атаки. Мы выбиваем ее еще до подхода. Поэтому основные штурмы остаются все равно пешими. Так вот, на Маринском направлении, это Красногоровка, Маринка, Победа, населенный пункт, Новомихайловка. Вот здесь они тоже активизировались. И за прошедшие сутки было зафиксировано 24 попытки продавить нашу оборону. Ни одна из атак не увенчалась успехом. Враг понес потери и откатился на исходные рубежи. То есть, Маринка стоит без изменений. На Шахтерском и Запорожском направлениях тут силы обороны отбили те атаки, которые враг пытался проводить. Пытаясь восстановить утраченное положение, особенно в районах западнее Вербового. Но успеха противник не имел. На Шахтерском направлении в основном бои носили позиционный характер и обмен артиллерийскими ударами. Вот на Запорожском было несколько попыток западнее Вербового. Все попытки отбиты, линия фронта без изменений. В то же время на Мелитопольском направлении наши войска пытались активными штурмовыми действиями наносить оккупационным войскам максимальные потери. Это, кстати, тоже изменение в тактике действий. Мы не идем на штурм позиций, но мы проводим штурмовые действия с целью нанесения максимального урона врагу. Далее у нас с вами идет по карте зона ответственности группы войск Одесса. Это Херсонское направление. Здесь ситуация на правом берегу остается неизменной. К сожалению, противник продолжает артиллерии наносить удары от Купенска до Херсона вдоль всей линии русла Днепра. Наша артиллерия пытается вести контрбатарейную борьбу с огневыми средствами врага. Там же враг применяет авиацию. А на левом берегу наш плацдарм продолжает набирать боевые потенциалы. То есть мы усиливаем присутствие наших войск на левом берегу Днепра. Там идутся активные боевые действия и все попытки врага сбросить или оттеснить нас к реке не достигают своей цели. Враг несет потери, но сдвинуть линию боевого соприкосновения ему не удается. Наоборот, наши силы морской пехоты и силы специальных операций иногда проводят довольно успешные рейды и постепенно продвигают на некоторых участках, продвигают позиции вперед. Пока не будем детализировать где это происходит, но скажу так, что плацдарм наращивает боевой потенциал. Что бы там враг ни делал, не зря отстранили очередного командующего. Не зря рашистское командование ввело в управление группой войск Днепр, рашистской оккупационной армии, оперативную группу офицеров, я так понимаю, генерального штаба. Потому что они не могут совладать с вот этой ситуацией, которая сложилась на левом берегу Днепра. Вот такая вот, в общем можно сказать, что за прошедшие сутки линия фронта стабильная. Да, идут бои, особенно горячо на Авдеевском-Маринском направлении. Потом по активности боевых действий идет Бахмутское направление, ну и левый берег Днепра на Херсонском направлении. Далее подразделения ракетных войск и артиллерии нанесли поражение по шести районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага. И один удар по станции радиоэлектронной борьбы противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины было уничтожено 14 крылатых ракет Х-101, Х-555, которыми Российская Федерация атаковала нашу страну прошлой ночью, то есть в прошлые сутки. О ракетах мы сегодня еще поговорим, там очень интересная информация по поводу возможностей стратегической авиации Российской Федерации. Ориентировочные потери врага за прошедшие сутки составили в личном составе 900 оккупантов, в технике и вооружении в танках 6 единиц, в боевых бронированных машинах 11 единиц, в артиллерийских системах 1 единица, крылатые ракеты 14 единиц, автомобильной техники 7 единиц. Вот такой вот урожай собрали силы обороны Украины на всех оперативных направлениях и на линиях фронта от Сватова до Олешек. Продолжение следует...